Идет проверка. Свыше 20 нарушений санитарных норм выявлено в ходе рейда в областном центре. Экономия и экология. Капшигайская котельная с нового отопительного сезона будет работать на природном газе. Поддержка бизнеса. До пяти дней сократился срок выдачи тех условий на подключение к сетям электроснабжения. А теперь об этом и другом более подробнее. Сегодня активы у Ямбекши Казахского района представили нового Акима. Распоряжением главы края Амандыка Баталова и по согласованию с администрацией президента Казахстана им стал Куаншпе Кашкинбаев. Ранее эту должность занимал СК Бенали. Он оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Новый Аким Куаншпе Кашкинбаев 1962 года рождения. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, а также Московский государственный социальный университет, факультет юриспруденции. Трудовую деятельность начал мастером участка Треста Казлифт города Алматы. В разные годы работал в Южной столице начальником управления земельных отношений города, главой управления сельского хозяйства и ветеринарии Акимом на Урзбайского района. Последняя занимаемая должность – глава управления земельных отношений Алматинской области. Исполняющий обязанности главы региона Лазат Турлажев выразил слова доверия новому Акиму, подчеркнув имбекши Казахский край – один из самых быстро развивающихся в регионе. Уверен, что Куаншпе Кашкинбаев будет хорошим Акимом. У него имеется огромный опыт. Работайте как единый механизм. Трудитесь во благо Родины всем Акиматам и инбекши Казахского района. Наш Аким Амадык Баталов по всем известной причине не смог сегодня присутствовать, но передает вам всем поздравления. Сразу же после процедуры назначения, исполняющий обязанности Акима Алматинской области Лазат Турлажев вместе с новым Акимом района проинспектировал объекты, реализуемые в рамках дорожной карты занятости. На эти цели для инбекши Казахского района выделено 11 миллиардов тенге. На эти средства будет проведен капитальный ремонт Дома культуры, реконструкция на 46 улицах, благоустройство населенных пунктов, строительство школы и многое другое. Рассказывает Томир Анютов. В этом году впервые за 13 лет пройдет капитальный ремонт в районном Доме культуры. Строительные работы стартовали в мае текущего года. По словам подрядчиков, уже через 4 месяца ДК обретет новый и современный облик. Сейчас на объекте трудятся 80 человек. 30 из них трудоустроены через дорожную карту занятости. В данное время у нас обдирочные работы ведутся. Армировку закончили где-то 80%, весь обдирку закончили. Вот на днях хотим начать штукатурку начали. Коммуникация, но ежедневно с этим ведем водопровод. Не менее радостным событием станет долгожданный ремонт на 46 улицах района. На эти цели выделено 1 миллиард 840 миллионов тенге. Тем самым создано свыше новых 300 рабочих мест. Всего в рамках дорожной карты занятости в Винбекже-Казахском районе будет реализовано 106 проектов и создано более 2300 рабочих мест. Дамир Анитов, Жатлан Шинкенже, Телеканал Житсу. В ногу со временем центральная котельная города Капшигай с нового отопительного сезона перейдет на природный газ. Это позволит уменьшить вредный выброс в атмосферу в несколько раз. Воплощение проекта стало возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости». Всего по ДКЗ в Моногорде реализуется 19 проектов на общую сумму в 1 миллиард 740 миллионов тенге. Котельная Капшигай-Жилу Арнаса в строю уже полвека. Работает на мазуте, потребность которого составляет 25 тысяч тонн в год. А это приличная сумма. В целях экономии и защиты экологии руководством области в апреле этого года начаты реконструкционные работы по переходу на природный газ. На эти цели по программе «Дорожная карта занятости» выделено 710 миллионов тенге. Через центр занятости задействовали местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики намерены уже 30 сентября. Подключаются к голубому топливу и местные жители. В сети уже 10% абонентов. Уже на сегодняшний день мы заканчиваем работу по прокладке газопровода высокого и среднего давления. Уже бросили коллектора. Здесь в Капшигай две котельные. Идет водогрейная котельная и паровая котельная. В обоих котельных мы уже закончили прокладку коллекторов. В начале июля ожидаем уже всей киповского оборудования, а также всей заборной арматуры. Все работы ведутся согласно графику календарной. Новая история начнется и для средней школы имени Брайя Алтансарина. На ее капитальный ремонт по «Дорожной карте занятости» выделено 214 миллионов тенге. Здесь работает 84 человека, 12 из которых включены через центры занятости. Значит, тут подрядчики уже с начала июня работают. Значит, под уговор выделенная сумма – это 214 миллионов тенге. Это школа старая, конечно, требовала давно капитального ремонта. Вот вы сами как видите, полностью сейчас идет демонтажные работы уже закончились. Кровлю буквально 2-3 дня мы заканчиваем, и уже начинаются отделочные работы. Всего по госпрограмме в Капшигае будет создано 288 рабочих мест. 143 человека привлекаются через центры занятости и социальных программ. Елеман Раймеков, Степан Мирышко, телеканал «ЖИЦУ». К другим темам. Мониторинговые группы в действии. Свыше 20 нарушений санитарных норм выявлено в областном центре. В их числе отсутствие санитарных книжек, рабочие без перчаток и масок, неправильно оборудованное помещение и так далее. Такие факты выявлены в ходе специального ряда, который возглавил Аким областного центра Галмжан Абдраимов. Торговый дом «Доулет» – один из самых посещаемых мест в областном центре. Разнообразие продуктов и аксессуаров впечатляет. Каждый найдет что-то для себя. С него и начала рейд-мониторинговая группа. Забегая наперед, нарушений здесь предостаточно. Хлебобулочные изделия не упакованы. Товар красуется прямо на стойках, а не на полках. А в этой лавке продают не сертифицированные пельмени от непроверенного производителя. Такой цех на учете не стоит, не знаем мы просто происхождение этих пельменей. Следующая картина ужаснула членов специальной комиссии. В мясном павильоне рабочие разделывают мясо без перчаток. На прошлой неделе сотрудники СЭС сделали замечания продавцам и дали время на исправление. Увы, все осталось в прежнем виде. Во времена чрезвычайного положения был вынесен штраф согласно статье 476. Потом неоднократно были даны уведомления. Сейчас нами дается уведомление данному хозяйственному субъекту. И завтрашнего дня эксплуатация будет приостановлена объекта. Пока не устраняется замечание. И материал будет передан в суд. Кафе «Мангал». Здесь у официантов отсутствуют медкнижки. А шашлычники даже не удосужились одеть маски и перчатки. Состояние кухни и вовсе вызвало шок главного санврача города. Согласно санитарных норм и правилам, цех должен отвечать всем требованиям и нормам. Теперь здесь в настоящее время не проведен текущий ремонт. Полностью давно, наверное, видимо, не проводился. То есть стены, видите, стены не подвергаются дезинфекции, обработке. Там тоже самое. Мойки, видимо, тоже не обновлены полностью. Здесь не проводится сандэзрежим. То есть сандэзрежим что включает в себя? Обработка, промывка, полов, стен полностью дезинфекции средствами. Подобные нарушения выявлены и в ряде других объектах малого и среднего бизнеса. Так, владельцу магазина «Айнур» вынесли предписание об устранении нарушений неделю назад. Женщина проигнорировала. Было дано уведомление, но в настоящее время, проведя обследование, обследование, мониторинг группы, выявляются те же самые нарушения. Согласно статье 462, будет материал передан в суд, 100-месячных расчетных показателей. Нарушение выявляют здесь хранение хлебобулочных изделий без упаковки. Теперь товар на валном режиме сандэзрежим не соблюдается. Антисептики отсутствуют. Отсутствуют маски. То же самое, полностью перчатки отсутствуют. Побывали члены мониторинговой группы в ряде кафе и шашлычных на вокзале. Как и следовало ожидать, санитарные книжки отсутствуют. Маски носят не все. Состояние помещения оставляет желать лучшего. У них составляется протокол об административном правонарушении. СЭС, начальник СЭС города и инспектора СЭС сегодня в мониторинговой группе. И материалы передаются в суд. На основании решения суда, это кафе, магазин шашлычный будет закрываться. До трех месяцев. У нас именно по городу Талдыкурган есть три мониторинговые группы. Они по три группы по разным направлениям выезжают. Такие рейды будут проводиться на постоянной основе не только в период пандемии. Ведь народная мудрость гласит – чистота – залог здоровья. А в это понятие входят все рекомендуемые санитарные нормы. Ануар Авангельдинов, Дамир Анитов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ. С момента введения чрезвычайного положения вдвое увеличилась нагрузка в колл-центрах скорой помощи Алматинской области. В день поступают и обрабатываются порядка пяти тысяч звонков. Как справляются с нагрузкой и вопросы какого характера в основном поступают – смотрите в следующем сюжете. Такие звонки поступают ежесекундно. Каждую смену 15 диспетчеров работает круглосуточно. Ежедневно обращение на горячую линию только увеличивается. Подавляющее большинство вызовов касается ОРВИ, пневмонии и температуры. На данный момент в диспетчерскую службу заступает 15 диспетчеров по приему и 6 диспетчеров, которые эвакуируют по районам. 24 подстанции и 6 эвакуаторов, которые именно эвакуируют сразу бригадам. Она поступает не по подстанциям, а сразу на коммуникатор бригадам поступают эти вызовы. У нас есть специальная GPS-навигация, которую мы выслеживаем бригады. От момента поступления вызова до передачи у нас уходит 3 минуты. Затем мы выслеживаем эти вызова по бригадам GPS-навигации. На вооружении скорой помощи 165 круглосуточных выездных бригад. Из-за двойной нагрузки время приезда неотложки увеличилось. Чтобы успевать дистанционно консультировать больных, действует и внутренний колл-центр городской Талткурганской поликлиники по номеру 24-39-78. Также проводят консультации и по видеозвонку. К дальнейшим действиям в основном обращаются, у кого жалобы сейчас идет. Кашель, слабость, температура, недомогание, где бы анализы сдать. Вот по таким вопросам обращаются, даем консультацию. Обязательно вся работа идет через участковую сеть. Некоторые граждане звонят прямиком на республиканскую линию. Оттуда идет перенаправление в область, где и обрабатывается звонок. До эпидемиологической ситуации было в день 50-60 звонков. Но сейчас этот процесс уже удваивается. Из-за этого у нас колл-центр работает круглосуточно. До этого тоже работали круглосуточно. Операторы на все звонки отвечают. По области номер телефона 4122-92. Из-за распространения коронавируса специалисты рекомендуют строго соблюдать меры безопасности и с пониманием относиться к деятельности медицинских работников, у которых нагрузка выросла в разы. Ильман Раимбеков, Асидий Сембек, телеканал Рецу, Талакурган. Сидите дома. К этому призывают врачи, медучреждения и фельдшеры скорой помощи. 90% тех, кто сегодня посещает поликлинику, это лица с простудой, кашлем, потерей обоняния. Их обеспокоенность за свое здоровье понятна. Но как быть тем 10% пациентам, кто посещает лечебные учреждения ввиду обострения хронических болезней, астмы, сахарного диабета, гипертонии? Медик утверждает, что эти лица сложнее переносят инфекции. Поэтому им нужно беречься прежде всего. В нашей специальной рубрике «Профессионалы своего дела» делятся компетентными рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих родных от вируса. Граждане Казахстана должны думать о здоровье своих соотечественников. Первое. Если у вас появится кашевость, лизоточивость, насморк, слабость, приглашайте врача на дом, не надо идти на прием в поликлинику, избегайте общественных мест, так как вы можете заразить других людей. Второе. Дома соблюдайте чистоту, регулярно проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами, проветривайте комнаты. Так в дом попадет кислород, а это очень важно для дыхательных путей. И еще. Носите маски везде, ведь вирус попадает в организм незаметно. Продолжаем выпуск. Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева на отчетной встрече перед населением рассказала о мерах поддержки отечественных средств массовой информации на период пандемии. С 1 июля коммерческие теле- и радиоканалы до конца года освободят от уплаты налогов и соцплатежей из фонда оплаты труда. Парламентом принят законопроект, который это предусматривает. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса средства массовой информации сталкиваются с большими экономическими трудностями. Прогноз потери рекламных доходов в текущем году исчисляется в среднем от 30 до 60%. Также на брифинг затронули и другие темы. Государство будет наказывать владельцев деструктивных телеграм-каналов. По словам Аида Балаева, в последнее время на интернет-просторах стало слишком много страничек, распространяющих опасную информацию. Я не сторонник запретительных, тотальных запретительных мер. Причем если речь касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег. Но если, конечно, дело касается именно деструктивной информации, информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству. А вот в помощь бизнесу до пяти дней сократился срок выдачи тех условий на подключение к сетям электроснабжения. Также у потребителя теперь нет необходимости согласовывать проектные решения с энергопередающими организациями. Это будет делать проектная организация. Исключена необходимость получения разрешения на строительно-монтажные работы. Теперь достаточно уведомить в электронном виде управление архитектурно-строительного контроля о начале проводимых работ. Следует сказать и об исключении подачи заявки потребителям на опломбировку приборов учета. Эту функцию теперь исполняет энергопередающая организация на основании заявки энергоснабжающей компании. Данные меры были предприняты для улучшения позиции Казахстана в международном рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing Business. При нарушении законодательства в области электроэнергетики можете обращаться в комитет атомного энергетического надзора и контроля по Алматинской области Министерства энергетики Республики Казахстан. Это наш 41.19.18 и 41.19.28. Либо наш электронный адрес это Алматинск, Нижний пробел, КГН, собачка.майл.ру. Краткий обзор событий в мире продолжит выпуск. Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек. Об этом ранним утром в среду сообщило государственное телевидение Ирана. Агентство ИРНА, цитируя представителя управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших женщины. Другое агентство МЕХАР отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек. 20 человек удалось спасти. В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка. Это второй инцидент такого рода за последние несколько дней. Менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта. Городские пляжи Барселоны вновь наполнились отдыхающими. Но купаться и загорать они могут только под зорким присмотром камер наружного наблюдения. Автоматизированная система электронного слежения позволяет засекать нарушения социального дистанцирования пригревшимися на солнце купальщиками, о чем немедленно узнают полицейские. В эти самые жаркие юнские дни им пришлось закрыть сразу четыре пляжа из-за чрезмерного наплыва желающих окунуться. Там, где не справляется техника, помогают бдительные граждане. Парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонгонге. Он нацелен на предотвращение и наказание таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. По мнению наблюдателей, этот правовой акт позволит Пекину принимать жесткие меры по отношению к сторонникам оппозиции в Гонконге. Около сотни демонстрантов собрались в деловом центре Гонконга, чтобы выразить протест против принятия закона. Полиция оцепила место проведения акции и задержала несколько участников. Лидер движения «Революция зонтиков» Джошуа Вонг и другие известные активисты заявили, что выходят из рядов оппозиционной организации «Демосисто» из-за опасения за свою жизнь и безопасность. Закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания и создания на территории Гонконга специальной селовой структуры, подотчетной Центральному правительству. Обзор зарубежных новостей подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов. Более 10 лет в Алматинской области культивируется мужская спортивная гимнастика. За это время спортсмены ЖТСУ не раз становились призерами соревнований всех уровней. По прогнозу тренерского штаба их воспитанников ждет еще много побед. О том, как тренируются гимнасты, расскажет Алексей Цой. В 6 лет Мейержан Уртылеу занялся спортивной гимнастикой. На спортивных снарядах он пятый год. За это время стал чемпионом международного турнира. Но на этом спортсмен останавливаться не собирается. Тренеры сулят ему большое будущее. У меня есть более 30 медалей. На последних соревнованиях в феврале стал чемпионом. Спортивная гимнастика мне очень нравится. За красивые прыжки моя цель в будущем стать олимпийским чемпионом. Сейчас гимнасты тренируются на свежем воздухе и соблюдаются и строгие санитарные правила. И хотя на улице нет полного спектра гимнастических снарядов, главное сохранить хорошую физическую форму. Мы находимся в парке ветеранов. Тренируемся на свежем воздухе. Впереди есть хорошие старты, чемпионаты Казахстана, международные турниры. Готовимся. Они с энтузиазмом, с интересом приходят, тренируются, держат форму. Здесь играем в футбол, волейбол, занимаемся резиной, общие физические развития, растягивание, ускорение делаем. Осенью этого года спортсмены планируют принять участие на республиканских стартах в Алматы и Шимкенте. Пока что эти соревнования перенесены на неопределенный срок. Но в целом отмечают наставники. Ребята готовы к состязаниям хоть сейчас. Алексей Цуя, Айседий Сюмбек, телеканал ЖТСУ. Такова информационная картина дня. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова